В прошлом видео я показал, что работа одного цикла с пересортировкой выгрузки каналов приводит к почти полному исчерпанию суточного запаса квотов на одном аккаунте. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы алгоритм был экономный, чтобы не происходили итерации с нулевой выдачей. Попробую так оптимизировать код цикла, чтобы иметь уже вполне законченный код без обращения к предыдущим промежуточным шагам, которые были в чанке 6, чанке 13, чанке 16. В шестом был первый запрос, в тринадцатом был цикл while, в шестнадцатом был цикл for, внутри которого был встроен цикл while. В чанках 18.1 и 18.2 я собираю все, что уже наработал. Первый запрос аналогичный тому, что был в чанке 6. Нет никакой сортировки. В результате выполнения этого фрагмента получится страница с первыми пятьюдесятью каналами без учета сортировки. Этот фрагмент аналогичен тому, что было в чанке 13, цикл while, который проходит по всем следующим страницам с выдачей без учета вариантов сортировки. Да, я помню, что в документации сортировка по релевантности является базовой, встроена по умолчанию. Но я бы не верил на слово в полной мере документации ютуба, поэтому на всякий случай я оставляю этот фрагмент. Хотя дальше сортировка по релевантности будет отдельно. Таким образом, здесь в чанке 18.1 ничего нового, кроме последней визуализации, чтобы видеть разницу между total results, то есть количеством объектов, которые предположительно следует собрать, и количеством объектов, которые были собраны в результате выполнения чанка 18.1. Чтобы опять же понимать целесообразность пересортировки. Может быть, в каких-то ситуациях она нецелесообразна, если total results совпадет с количеством извлеченных объектов. Такое редко, но бывает. Этот чанк сработает без всех предыдущих чанков, за исключением авторизации и характеристик запроса. Авторизация, разумеется, активация модуля, характеристики запроса, активация пандеса. И сразу можно запускать чанку 18.1. Из комных объектов 616 на 1.486. Значит, можно попробовать использовать аргумент order. Это я делаю в чанке 18.2. Его содержимое очень похоже на цикл из предыдущего видео, на цикл из чанка 16, где в цикл for встроен цикл while. Единственное отличие состоит в том, что здесь есть вставки для экономии quotas. Эти вставки являются условиями. После начала цикла for сразу же появляются условия. Если уже на данный момент total results не больше, чем количество выгруженных каналов, то дальше будет только запись, что все искомые объекты найдены без включения значения аргумента order. Если же условие выполнится, то есть total results больше, чем количество найденных каналов, запустятся первые итерации. Как я говорил в прошлом видео, первым вариантом сортировки является дата. Объект order list был сформирован в прошлом видео. В этом порядке будут происходить итерации в цикле for. В счетчик order примет значение date на первой итерации. Поскольку в нашем случае total results больше, чем число найденных каналов, итерация запустится. Происходит запрос с учетом сортировки. Сортировка произойдет по дате. Уже знакомая вам визуализация процесса. Уже знакомая вам запись выдачи таблицы и конкатенация двух таблиц с той, что была сформирована в чанке 18.1. Здесь выдача с первой страницы. Отзайти на другие страницы с выдачей запроса с сортировкой по дате. И здесь цикл while с более сложным условием. Не только наличие текста next page token должно быть на странице с выдачей. Но еще выполнится два условия. Опять же, что не должно быть достигнуто число из total results. То есть в нашем случае 616. Потому что если она достигнуто, зачем дальше тратить квоты. И, что важно, количество объектов на странице выдачи должно быть больше нуля. В прошлом видео я показал, что YouTube тратит мои квоты на запросы с нулевой выдачей. Мне это не нравится. Поэтому если это условие не выполнится, то есть на странице окажется меньше нуля канала, то все while заканчивает свою работу. Процесс переходит к следующей итерации цикла for. То есть date меняется на rating. И уже с rating происходит то же самое. Но в данном случае я знаю это заранее. Я уже проверял. Сразу это условие не нарушится. То есть при первом запросе с сортировкой по дате будет не ноль канала. Поэтому условие выполнится. И это тоже условие само собой выполнится. И это условие выполнится. Поэтому while пойдет. произойдет запрос с учетом аргумента page token. Произойдет визуализация. Произойдет добавление записанной таблицы к общей таблице. И пойдет следующая итерация while. А следующая итерация while уже приведет. Это я знаю заранее. Я проверял. К выдаче с нулем каналов. Поэтому итерация произойдет и цикл while закончится. ноль каналов. Выйдет из цикла while сохранит промежуточный excel файл. Каналы sorted by date. Дальше счетчик order сменит свое значение на rating. Как я уже говорил. Произойдет первый запрос с сортировкой по рейтингу. Произойдет проверка, что еще не достигнуто число выгруженных каналов, равное total results. Если оно не достигнуто, оно не будет достигнуто. То происходит первый запрос с учетом рейтинга. Визуализация, добавление таблицы. Проверка всех условий для цикла while. Первая итерация цикла while произойдет. На второй итерации окажется, что количество каналов в выдаче ноль. Поэтому while закончится. Произойдет сохранение промежуточного excel файла. Каналы sorted by rating. И переход к следующему варианту сортировки. И так далее. Посмотрим, как это выглядит. Вот они, страницы с нулем каналов, после которых while заканчивается. Здесь он закончится, здесь он закончится. Здесь закончится, здесь закончится, здесь закончится и здесь закончится. Потому что, еще раз, в while есть условие. Количество искомых объектов в выдаче должно быть больше нуля. Если на предыдущей странице оно оказалось равным нулю, то это условие не выполняется и while не работает. Есть ли в выдаче запись все искомые каналы найдены без исключения предназначения аргумента order? Нет, такой записи здесь нет. Почему? Потому что в else алгоритм ни разу не попал. Else относится к if. Ни разу это условие не нарушилось. Все время оно выполнялось, все время количество найденных каналов, без дубликатов конечно, было меньше, чем total results. Если же на какой-то итерации после какого-то количества сортировок, количество найденных каналов доросло бы от 486 до 616, это условие не выполнилось бы. Алгоритм попал бы в else и тогда возникла бы запись все искомые объекты найдены без исключения некоторых значений аргумента order. Обратите внимание на отступ. Это первый главный цикл. Все, что дальше происходит, происходит внутри него. Поэтому все остальные строчки имеют один отступ. Обратите внимание и на то, что условная конструкция if тоже предполагает, во-первых, наличие двоеточия, а во-вторых, наличие тела. И это тело обозначено отступом, и вместе с отступом тело цикла for получается два отступа. Вот это отступ тела именно конструкции if, а это отступ тело цикла for получается два отступа. А когда начинается цикл while, у которого есть свое тело и свой отступ, получается вообще три отступа. Вот это тело цикла while, вот это тело условной конструкции, и вот это все тело цикла for. Таким образом, еще раз призываю вас не забывать двоеточие после заголовка цикла, после заголовка условной конструкции, после заголовка цикла, и отступ, обозначающий тело цикла или условной конструкции. Если помните, в прошлом видео у меня получилось 78 итераций. Теперь для того же самого результата потребовалось 21 итерация. Можно сохранить полученные каналы. Получилось 519 каналов. Без всяких сортировок напомню. Получалось 486. Сегодня прирост получился более заметным. Может возникнуть желание проверить, сколько итераций я потратил, я же не только здесь их тратил, и прикинуть, сколько еще осталось в рамках данного аккаунта по данному ключу авторизации. Давайте посмотрим, как это делать. Нужно зайти в консоль. Console.developers.google.com Когда подключен API, чтобы увидеть траты квотов, надо на самом сайте подключить API, потому что он сам регулярно отключается. Хотя в одном из предыдущих видео мы подключали его в YouTube Data API. В разделе Overview видна частота запроса. В разделе Photos можно найти количество потраченных квот в день. Поскольку у меня несколько аккаунтов. Я уже сменил несколько ключей за сегодня. То видно, что я потратил уже больше десяти тысяч квот. Посмотрим на Excel файл, который получился. Он должен называться «каналы not sorted plus sorted .xlsx» и хранится в той же папке, где находится файл с этим скриптом, потому что другого пути я не прописывал. Действительно, вот этот файл, а вот скрипт. Заглянем внутрь этого файла. Компактный, аккуратный файл с удобным доступом к каждому параметру выдачи. Есть здесь не самые важные параметры. Тип выдачи. Электронная метка. Тип объекта выдачи. Его ID. Его ID как раз есть один из самых важных параметров. Дата появления на YouTube. Еще раз его ID. Тот же самый. Название, описание. URL-адреса картинок, связанных с данным каналом. И так далее. Хотелось бы видеть еще такие показатели, как количество видео на канале, количество подписчиков и тому подобные характеристики. Чтобы их получить, следует обратиться к другому методу API. Методу channels. Я упоминал этот метод в первом видео, и вскоре будет видео, посвященное этому методу. Но перед ним рассмотрим еще одно ухищрение, чтобы увеличить количество полученных каналов, релевантных запросу раздельный сбор. Поработаем с сегментированием дат появления каналов на YouTube. И так далее. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...